Совсем скоро в школах снова зазвенят звонки. Классы и коридоры вновь наполнятся детским смехом. Кто-то из учеников откроет для себя новые учебные дисциплины, а первоклассники – в целом школьную жизнь. Чтобы все дети были обеспечены канцелярскими принадлежностями, в августе прошла акция «Помоги собраться в школу». Подробнее о ней расскажет Дарья Чупрова. Наталья Тарасенко помогает раскладывать канцелярские принадлежности, собранные в рамках акции «Помоги собраться в школу». Сама она педагог, понимает, как все это пригодится во время учебного года. Наталья решила не оставаться в стороне и вместе со своими детьми и их родителями откликнуться на благотворительный проект. Так как мы детки начальных классов, то мы в основном собирали подарочки для детей младшего школьного возраста. Это тетради, линейки, ластики, точилки. Но также и не остались в стороне ребята постарше звена. Мы собрали несколько тетрадей общих – 48 листов. По словам педагога, задача взрослых – пронести доброту и отзывчивость детей через всю жизнь. Своих убеждений Наталья придерживается. Я обязательно на классном часе 1 сентября им расскажу, что все подарки передали, что обязательно ребята, которые в этом нуждаются, получат, может быть, от тебя тетрадь или от тебя линейку. Для детей это всегда очень важно, очень эмоционально. И они принимают это всегда с большим добрым сердцем. В этом году неравнодушные жители Ненецкого округа приняли активное участие в акции. Было единственное условие – все предметы должны быть новыми. Тут и вместительные рюкзаки, и яркие фломастеры. Все эти школьные принадлежности будут переданы семьям, нуждающимся в поддержке. Семей таких по городу – 40 семей в трудной жизненной ситуации, и по заполярному району – 29. Но посмотрим, сколько получится наборов. Заявления у нас уже есть. И будем в ближайшие дни распределять и вручать эти наборы семьям. Были собраны различные учебные предметы, так что наборы будут формировать индивидуально, исходя из необходимости каждого ребенка. Разные наборы, они будут по-разному укомплектованы, я так понимаю, по мере потребности уже у ребят, которые пойдут в новый учебный год, что им нужно, то мы будем передавать. Организаторами акции являются несколько учреждений. В ресурсный центр добровольчества в течение двух недель жители могли принести школьные принадлежности. Сейчас их передали в комплексный центр социального обслуживания. Оттуда уже наборы будут отданы семьям. Также участие приняло и управление Министерства внутренних дел. Основная функция полиции, если говорить просто, это помощь людям. А когда помощь нужна нашим детям, то сотрудники управления никогда не остаются в стороне. И в связи с этим мы с радостью, с большой радостью мы присоединились к этой акции, к акции «Помоги собраться в школу». Собрали наши скромные наборы, скромные подарки. И очень надеемся, что они помогут в образовательном процессе. Несмотря на то, что поддержка оказывается и со стороны государства, такая дополнительная помощь от населения всегда ценна и необходима. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал Север.